9 часов утра, будний день, станция Перловская и всё та же привычная картина. Стремясь экономить время и деньги, десятки людей рискуют собственной жизнью. Запрещающие знаки и штрафы уже давно не пугают нарушителей. Сегодня переубедить экстремалов способны только цифры. На этом месте несколько недель назад произошло сразу два несчастных случая. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. И, не заметив поезда, он попал под электричку. Такая печальная статистика только растёт. Мальчик у нас пострадал здесь зацепер 19 лет. Значит, в данный момент у нас штраф за зацеперство от двух до четырёх тысяч. Но, как говорится, никакой штраф не может спасти жизнь человека. Ежедневно по собственной воле сотни людей подвергают себя опасности. Мужчины, женщины, пенсионеры и даже маленькие дети. Каждую неделю сотрудники транспортной полиции совместно с волонтёрами пытаются остановить рост ужасающей статистики. Они разъясняют гражданам последствия неправильного выбора между жизнью и временем. «Мы пытаемся предупредить людей, жителей города, что всё-таки нужно легально проходить через станцию, а не перебегать железнодорожные пути в неположенном месте. Стараемся каждые две недели выходить на железнодорожные пути в станции Перловки, Танинки и на станции Мытища». Сотрудники транспортной полиции нацелены увеличивать количество рейдов. Только за июнь было выписано свыше 45 штрафов, а также закрыто 93 несанкционированных прохода на платформы. Но главная цель – не оштрафовать, а научить делать правильный выбор в пользу жизни.